Экстрасенсы. Чтобы распутывать сложные дела, они пропускают чужую боль через себя. Дышите, понимаете? Дышите. Пожалуйста. Идут по следу преступника. Я пойду вот сюда, на запад, под солнцем. Здесь дорога идёт. Находят его тайные убежища. Сейчас я залезу. И расставляют все точки над «и». Всё понятно. Тема исчерпана, закрыта, вопросов нет. Всё очевидно. Экстрасенсорные расследования продолжаются. Шокирующие новости всколыхнули весь Татарстан. Казанские полицейские разыскивают Анну Юдину. Звезда ночных клубов пропала без вести. Это первый такой случай. Что произошло с молодой танцовщицей, выясняют Аза Петренко и Анатолий Леденёв. Какой от неё страх пошёл? Вы меня аж снообить начали. Это было убийство. Ты не можешь это убить. Почему расследование сновидящих оказалось под угрозой срыва? Подонки! Беспрецедентный шаг. Зачем в Казань приехал третий экстрасенс? Вы готовы вообще слышать правду? Пропала без вести. Казанские полицейские разыскивают Анну Юдину. Девушка исчезла по дороге домой из ночного клуба, в котором работала танцовщицей. С этих сообщений в ноябре 2012 года в Казани начинались все новостные выпуски. О странном исчезновении местной знаменитости говорили по телевидению, писали в газетах, кричали в интернете. Все терялись в догадках, куда пропала молодая танцовщица. Её жизнь была яркой, как клубная вечеринка. 21-летнюю красавицу знала вся казанская молодёжь. Аню всегда окружала целая толпа друзей и поклонников. Все смотрели на неё завороженно, как она работала, как она была грациозной. Девочки смотрели на неё с таким восхищением, с такой завистью немножечко. Потому что было чему завидовать и было чем восхищаться. В ночь с 3 на 4 ноября в клубе, где танцевала Аня Юдина, собралось множество людей. Но никто и предположить не мог, что это будет её последнее выступление. У неё было 4-5 выходов. Потом она вызвала такси и уехала. Я последний, получается, тот, кто её видел. Камеры видеонаблюдения клуба зафиксировали, как девушка села в такси. 5 часов 30 минут она приехала к своему дому, Адельку Туя-68, и после чего таксист её оставил и уехал. Вот только в своей квартире Аня так и не появилась. Два следующих дня родные и друзья обрывали её телефоны. Но девушка не отвечала на звонки. Не давала о себе знать. Всё, значит, всё, уже подумали, что что-то не так. Родственники отнесли заявление в полицию. Друзья организовали собственные поиски и обратились за помощью к волонтёрам. Мы сразу стали опрашивать всех, кого можно. Искать свидетелей, самостоятельное расследование вели. Пропавшую Аню Юдину искали всем городом. Развешивали листовки, показывали фотографии девушки прохожим, прочусывали Казань и близлежащие окрестности. Подходила к дальнобойщикам, которые на фурах ездят, и просто давала вот эту листовку. Я говорю, ради бога, если встретите, может быть, невменяемая будет или что-то. Я говорю, ради бога, только позвоните. Поиски танцовщицы продолжались пять долгих месяцев. Всё это время мать Ани жила одной единственной надеждой, что её девочка найдётся живой и здоровой. Я её жду. Она должна вернуться. А в конце марта 2013 года город взбудоражила ещё одна страшная новость. На очистных сооружениях в посёлке Дербышке следователи обнаружили человеческие останки. Предполагайте, что это может быть пропавшая в ноябре прошлого года Анна Юдина. Тело девушки, найденное в коллекторе водоочистительной станции, было невозможно опознать. Чтобы определить, чьи это останки, эксперты провели анализ ДНК. Согласно полученным результатам геномотехоскопической экспертизы, тело потерпевшей принадлежит Анне Юдиной. Назначен ещё ряд экспертиз для установления причины смерти девушки, чтобы ответить на вопросы, может быть, имелись какие-то насильственные следы. Но ни даты, ни причины гибели девушки установить не удалось. Слишком долго тело пролежало в сточной воде. В полиции открыли уголовное дело. Но следствие быстро зашло в тупик. Мне следователь объяснил, что никакой ниточки уже нет, чтобы дальше что-то расследовать или кого-то спрашивать, или брать свидетельские показания. Грубо говоря, здесь чудеса. Несчастная мать действительно надеется только на чудо. И каким бы абсурдом это ни казалось, Ольга, вопреки всему, продолжает верить, что её дочь жива. В телевизоре показывают, которые потеряли память, например, от какой-то травмы или ещё что-то, или чем-то опоили. Человек живёт себе и живёт где-то. Всё же может быть. Но если Аня жива, то где она? А если мертва, то что с ней случилось? И кто виновен в её гибели? Эти вопросы буквально сводят мать девушки с ума. И чтобы выяснить всю правду о судьбе дочери, Ольга решилась обратиться к ясновидящим. Я верю, что у людей есть такая способность найти человека. Чтобы разобраться в запутанной истории исчезновения молодой танцовщицы, в Газань выехали сильнейшие экстрасенсы – Аза Петренко и Анатолий Леденёв. Здравствуйте! Чтобы не терять время, ясновидящие прямо в поезде готовятся к предстоящему расследованию. Глядя на снимки Ани Юдиной, они пытаются почувствовать, что с ней произошло. Красивая девочка. И первой с фотографиями девушки работает Аза Петренко. Можно сказать, весёлая, шустрая девочка. Скажут, что семья у неё очень большая, я не могу этого сказать. Мама, она, папы родного я, например, не вижу. Единственное, что она не первый ребёнок. Она последний, но не первый ребёнок. Жива, не жива. Ну, у неё век короткий, она не живая. А что с ней произошло? Когда? По срокам я сейчас не могу точно сказать. Ну, что не больше года, это точно. Но не вижу, чтобы у неё смерть произошла по болезни. И точно скажу, что это не самоубийство. Вот какая у неё жизнь спутанная была, такие карты все запутанные. Вот по картам вижу, да, что век у неё короткий, жизни у неё нету. А что произошло и как произошло, я вот понять ничего не знаю. А что скажет другой экстрасенс? А можно узнать имя её? Аня. Анячка. Что увидит Анатолий Леденёв в глазах этой девушки? Такое ощущение, что по знаку вода, вода. Или рыба, или рак. Вы знаете, у меня практически 100% уверен, что её нет живых. А что с ней произошло? Какое время года? Я смотрю, листва нету. И где-то так более-менее тепло. Но у меня такое ощущение, что это где-то вот поздняя осень. Вообще мне почему-то показывает, как будто она или с вечеринки идёт, или всё, потому что она танцует, танцует. Вот так танцует. Анячка, скажи, пожалуйста, что произошло. Покажи мне, пожалуйста. Вот ответ пошёл прямой. Меня убили. Итак, экстрасенс Леденёв считает, что девушка умерла насильственной смертью. Но как это произошло? Кто и за что убил Аню Юдину? А мне какое-то слово показывает. Я сейчас прочесть не могу. Сейчас я попробую подождать. Не понимаю. Вы знаете, я думаю, наверное, всё-таки лучше будет попасть на место, потому что здесь информация, честно говоря, скудная. Получить больше информации ясновидящий попробует через несколько часов, когда встретится с родными Ани. Тайная жизнь танцовщицы. Что скрывала Аня Юдина? Кем она у вас работала? Сплетинг была очень много. Говорят, Аня занималась спортуслугами. Как звезда танцпола превратилась в жертву? Мама, прости, сама вина вот так подошла. Куда приведут видения экстрасенсов? Ого! Глубоко! На этих кадрах звезда танцпола, казанская знаменитость, 21-летняя Аня Юдина. Юная красавица с яркой жизнью, множеством друзей и целой толпой поклонников. Эта девушка всегда находилась в центре внимания, и то, что с ней случилось, стало шоком для всей местной молодежи. Насколько я знаю, это первый такой случай. Девочка пропала, и большой такой резонанс вызвала по нашему городу. Ну, еще не было меня, когда вы про нее не вспоминали. В ноябре 2012 года Аня пропала по дороге с работы домой. Молодую танцовщицу искали всем городом. И только через 5 месяцев девушку нашли. Мертвой, на водоочистительной станции. Анализ ДНК подтвердил, это тело погибшей Аня. Однако ни даты, ни причины смерти эксперты установить не смогли. В полиции возбудили уголовное дело об убийстве. Но следствие быстро зашло в тупик. Следователь объяснил, что все версии отработаны, все свидетели допрошены, никакой ниточки уже нет. Пытаясь разгадать тайну гибели Ани Юдиной, родные и друзья девушки стали выдвигать собственные версии. Ей встретились какие-то чудовища, которые просто ночью, поздно ночью, когда она возвращалась с работы, думали, чем же себя занять. Скорее всего, это какие-то просто, ну не знаю, нелюди, которым она просто подвернулась. Есть и другие подозрения. Смерть Ани Юдиной могла быть напрямую связана с ее работой в ночном клубе. Может, со сцены она кому-то что-то не так посмотрела, не так жестом показала. Аня была такая девочка, достаточно остранный язык. То есть себя она в обиду не даст, но вот эти стычки с людьми, они достаточно были частыми, я это тоже наблюдал не раз. Возможно, именно стычка с кем-то из посетителей клуба и закончилась трагедией. А может, девушка убил кто-то из отвергнутых фанатов? Ведь внимание красивой танцовщицы добивалось множество мужчин. Такая вот версия была, то что кому-то понравилось, кто-то, значит, что-то от нее потребовал, а она была против. И, наконец, последнее предположение. Привлекательная молодая девушка попала в сексуальное рабство. Сдали ее там в бордель, держали котиками-пычками. Он просто избавился. Но для мамы Ани Юдиной существует только одна версия. Ее девочка жива. Ее похитили. И где-то удерживают силой. Просто я ее жду. Тело Ани уже давно предано земле, но несчастная женщина до сих пор не может смириться с мыслью, что похоронила свою дочь. Просто я скажу, что я не верю, что это она. Уверенность, что Аня жива и нуждается в помощи, заставила ее мать обратиться к людям со сверхспособностями. Другие плохо где-нибудь. А вот экстрасенсы возьмут и помогут найти. Представляете, какое счастье будет для меня. Чтобы помочь убитой горем матери, в казань приехали сильнейшие ясновидящие. Анатолий Леденев и Аза Петренко. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я мама Анюты. А я бабушка. И первой с родными девушки встречается потомственная гадалка Аза. На том самом месте, где последний раз Аню видели живой. Вот это вот моя дочь Анюта. Вы бы не могли сказать, что с ней случилось. Оль, ну я сразу предупреждаю, да? Вы для этого нас и позвали. Вы хотите услышать правду? Конечно. Я буду говорить так, как оно есть. И я рассчитываю тоже на понимание. Встаньте, Карта. Оль, такое ощущение, что не ваш ребенок. Не обижайтесь, она хорошая была. Но вы настолько разные с ней. Земля и небо. По характеру разный, по размышлению разный. Да. Вас она сразу говорю, любила. Очень любила. Но она вас не могла с кем-то поделить. У нее постоянно присутствовала ревность. Можно сказать, это детская ревность. Да. Мы сейчас живем с гражданским мужем. Она как-то вот очень сильно ревнует. Либо считали, что вы мало времени уделяли, либо любви меньше давали. Да, она хотела, внимание, больше, чем получала, конечно. Но у вас целеустремленная. Ох, целеустремленная. Рана взрослая стала. Она у вас была очень самостоятельная. Да, она самостоятельная. Ей хотелось всего сразу. Но при этом не просто она сидела на диване, да, и думала, вот я хочу это, я хочу это. Она при этом делала что-то. Да, если ей нужны были деньги, она работала. Она не сидела дома. Оль, скажите, кем она у вас работала? Бумаг я возле нее не вижу. Людей много вокруг нее. Но в связи с работой либо разговоров, либо сплетен было очень много. По поводу ее работы очень много разговоров шло. Кем она у вас развеет? А вы не можете им сказать? Нет, ребенок у вас очень творческий. Ну, все, что можно. Она танцевала. А, в ночном клубе танцевала. Гоу-гоу там как-то у них это называется. Но не стриптиз. Вокруг нее были настолько много разговоров, настолько много всплетен. Где-то она в душе, может, переживала, но виду она никогда не показывала. А сплетни всегда вокруг нее ходили. Родные Ани прекрасно понимали, о каких слухах говорит цыганка. Ведь танцовщиц в ночных клубах принято считать девушками легкого поведения. В Казани много всех друг друга знают. Говорят, что Аня занималась скортослугами. То, что она все-таки этим зарабатывала. Но обсуждать эти сплетни мама девушки категорически отказалась. Можно я не буду говорить? Не хочу. Ведь Ольга абсолютно уверена, что ее девочка просто не могла заниматься такими вещами. Вот она жила ради любви. Но любви у нее по большому счету не было. Не было. Мужчины настоящего не было. Ей хотелось всегда мужчину. Но мужчину взрослого. Она хотела, чтобы ее защита. Ей нужна была защита. Она была покорительницей мужских сердец. Но все хотели красивую ружку, но на время. Красивую птичку, но в клетке, но опять на время. Да. При этом она умела делать то, что даже не умеет делать мужчина. Она умела делать деньги, зарабатывать деньги. Совершенно верно. Ее и в этом плане использовали. Извините. Если она любила мужчину, она его не только любила, но при этом она хотела сделать для него все. Мир перевернуть. Больше отдавала, чем получала. Да. Вы знаете, что она содержала мужчин? Было такое. Ну, например, жили на съемной квартире с мальчиком. Она взяла свои деньги от того. До этого был король, которого тоже деньги сопровождают. Да. Она как бы либо содержала его, либо... Можно и так сказать. Брала, она взяла кредит. Да, 40 тысяч, она взяла кредит. Тоже обманул. Удар у нее был. Да. Долго она это в душе держала. Да. Ольга еле сдерживала слезы. Ведь то, что увидела цыганка, было чуть ли не главной проблемой в жизни девушки. Красивой и знаменитой танцовщице совершенно не везло в любви. Парни, с которыми она встречалась, откровенно ее использовали. Она зарабатывала и отдавала деньги, не жалей, для того, чтобы, вот, например, если она живет с каким-то человеком, чтобы было хорошо, чтобы не было недостаток. Полностью отдавала себя тому человеку, с которым она. Одного из возлюбленных Ани ее подруги даже прозвали Альфонсом. Он выкачал из девушки все деньги, заставил взять кредит, а потом бросил. Она очень тяжело это переживала. Она очень много плакала. Но Аня продолжала наступать на те же грабли. Со своим последним молодым человеком Эдиком она сняла квартиру, за которую заплатила сама. Они были в миске небольшое время, да? Да. Она намного ему закрывала глаза. Очень намного. Да. А руку прикладывала он на нее? Да, я это узнала из полиции. Из показаний. Недавно только? Да. И правда, совершенно случайно от следователей Ольга услышала, что Эдик избивал ее дочь. Более того, выяснилось, что как раз накануне исчезновения молодая пара серьезно поссорилась и даже подралась. Совершенно из-за какой-то мелочи там рукоприкладство было. То есть Эдик пару пощечин ей дал. Именно этот случай натолкнул маму Ани на мысль, что Эдик может быть причастен к исчезновению ее дочери. Версия такая была, что а вдруг этот мальчик ее куда-нибудь увез? Неправда. Вы сразу эту версию откиньте в сторону. Это не ее молодой человек. Что тогда это? Что с ней случилось? Что произошло? Сейчас. Это было убийство. Да. Да не может этого быть. А я говорю, на самом деле это убийство? Нет, может этого быть. Оль, я понимаю, что у вас еще очень много сомнений. Я не хочу вас лишать надежды. Ну, вот это, по самому-то это дело, жизни у нее нет. Она с мертвой карты. И мертвая карта рядом. Еще не случилась годовщина. Годовщина скоро будет. Итак, цыганка Аза все-таки сказала матери то, что увидела еще в поезде, по дороге в Казань. Аня Юдина мертва. Оль, ну то, что у вашей девочки нет уже уехать, это точно. Но к этому приговору мама девушки оказалась совершенно не готова. Нет, я не верю. Несчастная женщина никак не могла смириться с мыслью, что больше никогда не увидит, не обнимет, не приласкает свою дочь. Ну, не знаю, не верю, что я нет. Говорить страшные слова о смерти Ани прямо в глаза ее матери цыганке было невероятно тяжело. Однако Аза ничем не могла утешить несчастную женщину. Извините, конечно, может вы ждали, что я сейчас скажу вам что-нибудь другое. Нет, нет, ну, понимаете, я не видела. Мне дали останки, мне не показывали. Я не видела ничего. Ее похоронили, нет. Я хотела бы знать, кого я похоронила, чьи останки. Я все сделала, конечно, как положено. Оль, просто я не вижу картинок, я могу только читать информацию, да. Я чувствую вас, но мне еще желательно место. После ухода из сновидящей Ольга призналась. Она по-прежнему сомневается в том, что ее девочка мертва. Ну, не может этого быть, потому что она у меня перед глазами. И теперь мать Ани с еще большим нетерпением ждет второго экстрасенса. А вдруг произойдет чудо, и Анатолий Леденев скажет, что ее дочка жива. Надежда умирает последней. Все равно буду верить, все равно буду ждать. Как исчезла Аня Юдина. Событие роковой ночи восстанавливает Анатолий Леденев. Какой от нее страх пошел. Ой, как. Расследование под угрозой. Почему пришлось вызывать третьего экстрасенса? Где-то здесь надо люк найти. А вот? Точно здесь было все. Вот уже больше года Ольга ходит на эту могилу. Приносит цветы, игрушки, зажигает свечи. И повторяет одни и те же слова. Да, я не верю. Женщина никак не может смириться с тем, что здесь похоронена ее дочка Анечка. Идет на нее, смотрю. И она всегда со мной. 21-летняя Аня Юдина была танцовщицей в Казанском ночном клубе. 4 ноября 2012 года девушка закончила работу уже под утро. И стала собираться домой. Так получилось, что у нее оба телефона были с собой, но ни на одном из них не было денег. Она попросила мой телефон, взяла с него, вызвала такси, и потом она уехала. Вот только в своей квартире Аня так и не появилась. Девушка исчезла буквально в нескольких шагах от дома. Первым делом полицейские допросили водителя такси. Но этот человек к исчезновению Ани никакого отношения не имел. Такси с нами, значит, работал. Причастся пока в настоящее время к данной пропаже данной девушки, то есть Юдина, у нас не установлено. Весь город искал исчезнувшую танцовщицу. А через 5 месяцев нашли ее тело. В коллекторе водоочистительной станции. Анализ ДНК подтвердил, это Аня Юдина. Но ничего другого эксперты определить не смогли. Причина смерти не установлена. Расследование гибели девушки не принесло никаких результатов. Все версии проверены, дело предустановлено. Ольге даже не показали тело дочери. Девушку хоронили в закрытом гробу. И теперь несчастная мать не находит себе места. Ведь она считает, что Аня жива. И какой бы абсурдной ни казалась эта версия, Ольга не сомневается. Ее девочку украли и держат в плену. Не может она, например, вырваться откуда-то. А вот мы возьмем и найдем ее. В надежде разыскать свою дочь, женщина обратилась к сильнейшим экстрасенсам. Анатолию Леденеву и Азе Петренко. Я не хочу вас лишать надежды. Но то, что у вашей девочки нет уже у них, это точно. Слова цыганки Ольга приняла в штыки. Да не может этого быть. Женщина была настолько возмущена, что даже не захотела узнать, как погибла Аня и кто виновен в ее смерти. Не знаю. Не верю, что ее нет. И сейчас мать девушки с последней надеждой ждет появления второго экстрасенса. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Меня зовут Ольга. В эту минуту Ольга думает только об одном. Что скажет Анатолий Леденев о судьбе ее дочери? Вот моя дочь Анюта. Я бы хотела знать, что с ней случилось. Вы ручки только раскрестите, ладно, на коленочке. Я еще и через вас работать буду. Анечка, говорите. Анюта, да. Анна. Анюта, я и через вас посмотрю. Можно? Угу. Дайте мне ваши ручки. Ой, мамуль, да вы такой фрукт. Что это? Мужа вашего не вижу. Разошлись давно, где-то больше 10 лет. Да. У вас мужчина есть сейчас? Есть. А ну-ка представьте-ка его. Моложе вас? Да. А ну молодцы. Угу. А у вас, Анечка, была неадекватненькая, я вам скажу. Она у вас по знаку не рыба случайно была? Рыба. Рыбочка, да? Она была немножко неадекватная, скрытная. Да, скрытная была. Но я вам хочу сказать, она вас очень любила. Я знаю. Очень любила вас. Она татуировки делала у вас? На теле идут какие-то рисунки. Да. Плечи. Да. Такое ощущение, что на спине что-то есть. Да. На спине идет. На пояснице, да, на поясничке. И у нее какие-то на языке, как будто пыталась прокалывать. Да, на языке было. Родные Ани слушали экстрасенса, буквально раскрыв рты. Анатолий говорил об их девочке такие вещи, которые мог знать только самый близкий друг. Я смотрю, она что-то как-то вот так рукой делает. Она у вас не рисовала случайно? Почему? Она вышивала. А, вышивала, да? Да. Ага. Способная девочка у вас была очень. Активная, способная. Очень любила танцевать. Скажите мне такую вещь. Она чем танцует, что ли? Да, да. А мне сказать-то вам как-то неловко было. Ну, Аню-то в ночном клубе танцевала, но не стриптизерша. Ага. Вот скажите, пожалуйста, моя дочь пропала. И вот последний раз ее видели вот в этом районе. Я бы хотела знать, что произошло. Анечка, скажи мне, пожалуйста, что произошло. Чтобы понять, что же случилось с Аней Юдиной, экстрасенс начал детально восстанавливать ту ночь, когда девушка пропала. Она с работы шла. Угу. Показывает. Асфальт, дорога какая-то идет. Дорога. И какая-то машина вот так стоит. Из машины подзывают ее поговорить. Странно. Она говорит, мама, прости, сама виновата подошла. Слова экстрасенса ошеломили маму и бабушку Ани. Видения Анатолия абсолютно совпадали с показаниями таксиста, который подвозил танцовщицу до дома. Оказалось, что у подъезда девушку ждал другой автомобиль. Стояла здесь машина с включенными фарами. И она как будто бы вышла из такси и пошла не в сторону подъезда, а к этой машине. А ведь именно об этом и говорил ясновидящий. К подозрительному автомобилю Аня подошла сама. Но кто ждал ее в этой машине? Там один-два человека. Нет, там не один точно. В машине не один двоих вижу. Переднее сидение и водитель. В машине, по-моему, еще один человек сзади сидит. Знакомые-то были или незнакомые? Она этих людей знала. И они ее знали. Что они от нее хотели? Энергетика нехорошая идет. Такая агрессия вот отсюда прямо снизу. Сейчас. Ну, ой как. Какой от нее страх пошел. Ой, меня аж снобить начало. Ой, и картинка встала. Вот так стоит. Вот так стоит. Вот я сейчас дошел до определенного места и все. Встала. Дальше не идет информация. Бывает такое. Экстрасенс никак не мог объяснить, почему поток информации вдруг остановился. Нет. Я не могу сказать. И только через некоторое время ясновидящий понял, почему видения, связанные с пропажей Ани, так неожиданно прекратились. У меня такое ощущение, что ее отключили. А когда отключаешь человека или в бессознании он, картинка останавливается и все. А, скажите, пожалуйста, она жива или нет? Вы у меня, простите, но у меня такое ощущение, что ее нет в живых. Нет. Я не верю, что нет ее в живых. Я отдавать, я могу по-другому посмотреть. Еще раз имя ее громко. Анна. Анна. Вот способ есть у меня, ну, чтобы вы поняли, да, я представляю этого человека лицом. И вот если человек мертв, невидимая рука, как будто с лица вот так кожу снимает, и появляется череп. Простите, мне очень вот грустно вам об этом говорить, ну, по руке еще раз, Анна, вот смотрите, вот я сейчас вот так вот. Ну, нету ее в живых, простите меня. Я понимаю, что это очень тяжело. Анатолий Леденев снова и снова перепроверял свои ощущения. Но его вердикт оставался неизменным. Я по всем своим способам проверил, но нету ее в живых. И мне, честно, очень тяжело вот матери об этом говорить, хотя она очень надеется, что дочь ее жива. Простите, я... Для Ольги это был настоящий удар. Уже второй экстрасенс с уверенностью заявил, что ее дочь мертва. Вынести это сердце матери просто не могло. Но у женщины случилась истерика. Видя, как страдает несчастная мать, экстрасенс Леденев пытался хоть как-то ее утешить. Вы знаете, вот у меня как раз случай был. Один раз я ошибся, и человек оказался живой. Но дело в том, что он был в коме. И мне показалось, что он мертвый. И я сказал так, давайте, лучше бы я ошибся, и он пришел живой. И представляете, они живого его находят. Я такой радостный был вообще. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы действительно мы ошиблись. Даже Ванга ошибалась. Поэтому лучше бы я ошибся. И в конце концов, ваша дочь вернулась. И как ни старался Анатолий успокоить и обнадежить Ольгу, она совершенно перестала реагировать на его слова. Женщина словно впала в апатию и вообще заявила, что не хочет продолжать это расследование. Я думаю, что мне никто не сможет ответить точно. Мне никто не сможет так убедить, скажем так. Но оставить Ольгу в таком состоянии мы не могли. И поэтому решили вызвать в Казань третьего экстрасенса. Когда мы сообщили об этом маме и бабушке Ане, женщины назвали конкретное имя. Мы сразу связались с Зеродином Рзаевым. Экстрасенс согласился срочно выехать в Казань. Ясновидящий приехал на следующий день. Здравствуйте. Здравствуйте, Зеродин. Мама и бабушка Ане Юдиной встретились с экстрасенсом в том же дворе, где девушку видели в последний раз. Нам очень хотелось, чтобы именно вы нам помогли. Мы даже просили съемочную группу, чтобы вас вызвали. Пожалуйста, помогите. Вот моя дочь Анюта, скажите, что случилось? Где она сейчас? Зеродин впервые увидел фотографии молодой танцовщицы. И чтобы настроиться на работу и понять, что случилось с Аней Юдиной, экстрасенсу понадобилось время. Те несколько минут, что ясновидящий сканировал снимки Ани, ее родным показались целой вечностью. Женщины напряженно ждали, что скажет Зеродин о судьбе их любимой девочки. Это ваш второй ребенок? Да. У вас девушка и сын. Есть у вас вообще в жизни сын? Есть. Старший сын, да? Старший сын есть, да. А как зовут сын? Роман. А сколько лет? Тридцать. А ваш сын принял наркотик? Ну, был связан с этим. Почему я вижу, как жизнь для него остановилась? Вот он в больнице или в тюрьме? Извиняюсь там за такое изображение. Да. Места заключения. Это второй раз его судят? Да. Он сам себе создает проблему. Ну, это я знаю. Заговорив о сыне Ольге, экстрасенс затронул самую болезненную тему. Детей, которых она потеряла. Долгие годы женщина одна тянула на себе дом и воспитывала сына и дочь. И теперь Ольгу мучает вопрос. Что она сделала не так? Может быть, я им многое, что не могла дать. Может быть, как-то не до конца любовь своя. Я не знаю. Получается, что я их давлю на жалоб. Сейчас Ольгу действительно все жалеют, ведь она осталась совсем одна. Сын Роман попал в тюрьму, а дочь Аня бесследно исчезла. Вы готовы вообще слышать правду? Конечно. Ну, вы мне извините, конечно. Я что вижу, это скажу вам. Она не жива. Точно? Она точно не жива. Услышав эти слова, Ольга надолго замолчала. Ведь женщина специально просила Зеродина приехать. Она так ждала и так надеялась, что он увидит ее девочку живой и здоровой. Но чуда не произошло. Экстрасенсор Заев лишь подтвердил информацию двух предыдущих ясновидящих. Она точно не жива. Я это четко вижу. Ольга не стала спорить. Казалось, несчастная мать уже смирилась с тем, что ее дочери нет в живых. А что с ней случилось? Это убийство. Ее убили. Когда? Это произошло ночью. Погода была темная. А в какое время года? Это не зима. Где-то осень, весна похожая какая-то. Да. В ноябре осень. Но ее убили. За что? Ее как будто случайно убили. Кто? Это был какой-то знакомый парень был. И как будто отношение было. Близкие отношения? Минутка. А она вам сказала про Украину? Она хотела поехать в Украину? Я слышала, что летом они собирались ехать в Крым. Вот этот парень тоже был пойти с ней в Украину. Но он что от нее хотел-то? Ну, приставал он на нее. Глаз положил. Как? Понравилось? Да. Что произошло? Этот парень. Ей звонил, и они встречу назначили. Вы знаете, она танцевала в ночном клубе. И потом они куда-то поехали. Нет. Она вызвала такси. После работы она собралась домой. Нет. Она вернулась домой, но потом поехала куда-то. Вот я вижу, почему-то автомобиль, и там три парня были. И она. Она сама сидела на машине. После такси она сидела на машине. Но они куда-то поехали. Она, получается, добровольно села в машину, и они поехали куда-то. Так получается? Маме и бабушке Ане Юдиной было трудно представить, что их девочка после довольно тяжелой смены могла поехать не домой, а куда-то еще. А вот друзья-танцовщицы подтвердили информацию ясновидящего. Оказалось, в день исчезновения после работы в клубе Аня явно готовилась с кем-то встретиться. Она попросила сделать ей прическу. Я просто сплел ей косу, и куда-то она побежала. Я, насколько помню, после работы она всегда смывала макияж, снимала прическу и шла домой без макияжа, без прически. Если она просила сделать ей прическу заново, ну, вероятно, она куда-то собиралась все-таки. Более того, уже под утро Аню в компании каких-то людей видели в местном супермаркете. Камера в магазине запечатлила, как она с какими-то людьми что-то покупала и вышла с ними вместе потом из магазина. Что же случилось после? Как и где была убита 21-летняя красавица? Это закрытое помещение было. Вот похоже на квартиру какая-то там. Тоже было какое-то там, как вечеринка, даже они пили чуть-чуть. И приставали на него. Вот в этой квартире? Да. Приставали на него. И как-то она ударила чем-то этого парня. А все-таки борьба была, да? У нее какое-то сопротивление было, да? Она ударила чем-то. И очень сложно, что каком-то предметом она ударила. Она его? Она его. Родные Ани соглашались со словами экстрасенса. Зная характер своей девочки, мама и бабушка вполне допускали, что Аня действительно могла дать отпор. Даже человеку, который превосходил ее физически. Стукнуло хорошо, видать. Чего? Стукнуть? Забыла. Она себя в обиду не дает. После этого он ударил ей. И как ударил, что она потеряла сознание. Сильно ударил? Да. Она потеряла сознание. И этот дурак, он думал, что она умерла. И потом ее тащил со своими друзьями. Два человека помогали. От нее избавиться быстрее. Да. И потом отвезли куда-то и бросили. Она была жива. Да. Но без памяти. Ее бросили. Да. Куда? Мне воду видишь, что на воду бросили как-то ее. Вот почему-то я вижу, вода там не совсем похожа на воду. Черная вода. Грязная вода? Да. Правильно. В сточных водах нашли труп девушки. ДНК показало, что это дочь. А где ее нашли? Там есть железные решетки? Есть. Квадратные, без крыши что-то есть там какое-то. Это вот само здание, где охранники вот этих вот сточных водов, которые там дежурят. А вас не пропустило туда? А как ее бросили туда? Я так поняла, что по трубе. Плавала что ли? Да. Понял. Вот случайное убийство было это. Случайное убийство. Понятно. И так только Зеродина Рзаева, родные девушки, выслушали до конца. Они даже приняли версию этого экстрасенса. Аня стала случайной жертвой своего знакомого. Он хотел добиться ее, но она вроде отпор дала, и она его стукнула. И он со злостью не рассчитывал, что вот он сделает это. Ударил. И она потеряла как будто бы сознание. Но он думал, что она мертва. Остальные два друга этого парня, троем. Они тащили ее в лес и бросили ее на воду. Но кто эти парни? Где искать убийцу Ани Юдиной и его сообщников? Я ничего не могу сказать. Я желательно, что я был там, где ее нашли. Вот это мне очень важно. Примерно вижу это место, но все равно, если я был там... Это было лучше. Хорошо. Трое сильнейших объединяют силы. Куда приведут экстрасенсов следы убийц Ани Юдиной? Здесь-ка здесь люк должен быть. Он открытый. А вот открытый же. Следственный эксперимент прямо на месте преступления. Раз, два, три, давай. Вот и все. Чем закончится это расследование? А может быть, это не она? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это здание Казанской очистительной станции. Здесь, в коллекторе источных вод в марте 2013 года, было найдено изуродованное тело девушки. Как показала экспертиза, это была 21-летняя Аня Юдина, известная в Казани танцовщица, пропавшая пять месяцев назад. Но мама Ани не поверила результатам экспертизы. Женщина вообще отказалась признавать, что похоронила свою дочь. Я же не видела своего ребенка, понимаете? Групп был закрытый, мне вообще ничего не показывали. И чтобы доказать, что на самом деле в коллекторе нашли не Аню, и что ее дочь, возможно, жива, Ольга обратилась к экстрасенсам. У меня такое ощущение, что ее нет в живых. Да не может этого быть. То, что у вашей девочки нет в живых, это точно. Я не верю. Ни Аза Петренко, ни Анатолий Леденев не смогли убедить женщину в смерти дочери. Ольга попросила о встрече с третьим экстрасенсом, Зеродином Рзаевым. Она не жива. Ее как-то случайно убили. Кто? Это был какой-то знакомый парень. По версии ясновидящего, юная танцовщица поплатилась жизнью за то, что пыталась отбиться от пристававшего к ней приятеля. И она чем-то ударила, а парень ударил Аню. Она потеряла сознание. Он думал, что она мертва. Останет два друга этого парня, троем. Они тащили ее и бросили ее на воду. Но кто эти люди? Как они выглядят и где живут? Искать слега убийцы Ани Юдиной будут сразу три сильнейших экстрасенса. Зеродин, Анатолий и Аза впервые объединят свои силы. Так как Зеродин войсковик, я вижу что-то другое Анатолий по-своему. Я думаю, если мы соберемся троем, мы много что узнаем. И сейчас ясновидящие вместе с родными Ани отправляются к тому самому коллектору, где было найдено тело девушки. А, вот я вам сказал, без крыши какой-то там. Да, да, вот я вам говорю, вот там охранники. Я видел вот эту решетку и дом без крыши. Но ее здесь нашли, да? Да. Но это она уже сюда приплыла. А где как бросили? Куда ее выкинуть? Бросили ее на люк. Или же в лес. В лесу недалеко от города. У дороги. Ну, понятно. А там есть какой-то трасс вот на этом стороне? Дорога там есть какая-нибудь? Да. Потому что они возле дороги остановили машину, в лес, и потом ее тащили на люк. Получается, что недалеко это было. Недалеко, недалеко. Получается, что они знали, где это место? Да, где люк. Через туда. Там, по-моему, три колодца рядом стоят. Два рядом, и один немножко в стороне. И один люк какой-то такой необычный, как будто квадратно в таком этом стоит. А невозможно кого-то спрашивать? Она нашла тело в коллекторе. Вот сейчас подойдет женщина. Она здесь ориентируется лучше. Здравствуйте. А вы до этого сколько работаете там? В лет 10. А до этого труп мужчины не нашли, да? Да, вообще не было. Даже ни собаки, ни кошки, как говорится. Первый раз такой. Мальчик был там еще. Мальчик был на честных, вот дальше от честных сооружений. Там был ребенок. Там говорили, что когда-то, что там был какой-то труп ребенка. А вы люки знаете, как выглядите? Да. Здесь газета должно быть сватой люк. Мне показывают место, как будто три колодца рядом. Один вот примерно метров в 20, и два рядом совсем. И один из них как квадрат заделанный. Это да. Рядом, прям с дорогой. Там как-то с той стороны стоит два колодца. И один отдельно, правильно? Да. Родные Ани Юдиной были поражены. Оказывается, место, которое описывал Анатолий, действительно существует. И находится совсем недалеко. А ну-ка поехали туда. Леденева не терпелось поскорее туда попасть. Ведь ясновидящий был уверен, именно там преступники выбросили тело Ани. Там надо искать. А сев в автобус, экстрасенсы принялись очень четко указывать водителю дорогу к нужному месту. С этой стороны вот сейчас налево должны уходить. Так мне кажется, что мы где-то здесь надо остановить. Вот где-то впереди, чуть-чуть впереди. Идите, я скажу вам. Где-то 150 метров. Вот они. Вот три колодца она мне показала. Ясновидящий Леденев буквально выскочил из автобуса. Экстрасенсы нашли те самые колодцы, которые так подробно описывал Анатолий. Вот эту картинку показала. Три колодца рядом. Вот, посмотри, Зеродина. Они пытались вот здесь ее скинуть. Но им что-то помешало. Но здесь еще проезжая дорога. Да, они боялись, что их заметят. Вот в чем проблема. Это не те места, которые бросило ее. Нет, нет. Итак, экстрасенсы пришли к выводу, что убийцы Ани действительно здесь были. Но избавляться от тела девушки в этом месте преступники не решились. Вот, который я вижу, люк. Этот люк немножко ниже стаи, чем вверх. И там бетонная крышка. Нам надо налево, как-то вот впереди. С этими словами ясновидящий Ирзаев уверенно направился вглубь леса. Вот где-то здесь надо люк найти. Где-то здесь? Вот здесь где-то люк должен быть. Совсем рядом должен быть. Самое интересное, такое ощущение, что он открытый. А вот открыто же. Вот люк летает. Вот открыто. Да, это люк. Это место. Ее сюда бросили. Да, это сто процентов здесь. Это казалось невероятным. В нескольких сотнях метров от трассы, посреди леса, в кустах, экстрасенсы нашли тот самый люк, который они детально описывали на протяжении всего совместного расследования. Бросили ее на люк. Люк какой-то. Как квадрат заделанный. И там бетонная крышка. Такое ощущение, что он открытый. Ясновидящие убеждены, именно в этот совершенно незаметный колодец убийцы избросили свою жертву. Интересно, глубоко, нет? Да, чем-нибудь камушек. Ого. Глубоко. Да. Точно, точно здесь было все. Потому что у дороги. Вот это вот доступно, дорога. Да. Легко. И близко. Абсолютно легко и близко. И моментально, я вам сказал, вот я ее один спокойно сдвину, эту плиту. Представляете, три мужичка. Даже вот эксперимент может быть. Экстрасенсы решили проверить, могли ли преступники поднять бетонную крышку люка. К этому эксперименту подключилась вся съемочная группа. Давай на нас. Раз, два, три. Давай. Вот и все. Вот три человека. Очень спокойно, три человека. Открыли, экстренно бросили и ушли отсюда. Ее привезли сюда без сознания. Она как бы уже здесь умерла. Да. Получается так, что воду и уже водой захлебнулась. Да. Это здесь было все. Вот здесь вот именно место смерти. И так, сопоставив свои ощущения, ясновидящие пришли к выводу, что Аня стала случайной жертвой своих знакомых и погибла именно здесь. А вот вы говорите, что их было трое, да? А вот внешность. Один коренастенький, с чупром черный. Один высокий, худенький, с короткой стрижкой, ежик такой, наклонистый. Ну, очень страшно, что я только вижу одного из них, кто убил. Вот он молодой парень, не больше там 25. Волосы черные, пружиновые, но короткие. Немножко там спортивное тело, ни худой, ни полный. А по росту он небольшой. Оль, отморозки. Они просто желали ее. Молодая, красивая, недоступная. И здесь везде вот сигареты, везде сигареты. Старые, кстати, между прочим. Это точно от них осталось. А зачем вот здесь стоять, курить? Как зачем? Вот что-то я сделала, вот, например, это все обдумываю. Вот стою, например, и куру. Или сделали, перепурили, пошли. Да, и пошли. Собрать рыбочки. Да. Это точно от них осталось. Родные Ане Юдиной признались. То, что рассказали экстрасенсы, совершенно их потрясло. Но именно общение с ясновидящими дало им силы идти дальше и добиваться продолжения уголовного расследования. Сначала мы, наверное, возьмем паузу. А потом с новыми силами посмотрим, что нам скажут следственные органы. Принесем хотя бы те же самые окурки. Какие-то факты сопоставятся. У нас более конкретно все в голове уложится. Экстрасенсорное расследование закончилось. И когда все уже собрались прощаться, Ольга вдруг неожиданно заявила. Хотелось бы съездить на кладбище, чтобы спросить, а кого я похороню? А может быть, это не она? Стало очевидно. Несчастная мать по-прежнему не может поверить в смерть своей девочки. Видя, что женщина цепляется за последнюю надежду, ясновидящие согласились поехать на могилу Ани Юдиной. Вот здесь вот похоронила я. Я, конечно, не верю во все это. Хотелось бы знать, она это... Помогите, пожалуйста. Оль, достаньте сами карту. Задайте тот вопрос, который вы задавали. Ваша ли дочь так лежит? Оль, это точно ваш ребенок. Она стопроцентная, безусловно. Вот я это четко вижу. Она очень рада, что вы ее похоронили, на землю отдавали. Она в покое, это точно. Вы должны поверить, что там лежит ваша дочка. Она будет больше обижаться, если вы не будете верить в это. А кто меня-то хоронить будет? Обычно же дети хоронят своих родителей. Подонки! Самое главное у них, это ее могила и фанат. Не надо плакать. Это нельзя. Вам сейчас, наоборот, себя в руках держать надо. Чем больше вы плачете, тем больше вы ее расстраиваете этим. Мэтничек. Пошел на них. И они свою получат. За то, что вот эту красоту загубили. Если это она, то пускай покоится с миром. А остальные, может, Бог им судья. Царство небесное. Царство небесное. Бог им, у меня вечная память, мои девочки. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok